Всем привет! С вами BadPolygon и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет всем! Это Джордж Пауэрс, Квиксел. Продолжая изучать Mixer Mask Stack, мы собираемся погрузиться в компонент Pattern, который является одним из самых эффективных способов создания процедурных масок высоты для мозаичных текстур. Итак, приступим. Чтобы добавить Pattern, просто нажмите на кнопку Add Mask Component, а затем выберите Pattern. С компонентом Pattern у нас есть четыре варианта. Квадрат, круг, клетка и градиент. Однако, несмотря на то, что в меню есть четыре варианта, все они работают в рамках одного и того же компонента. Поэтому мы можем свободно переключаться между всеми четырьмя вариантами в любой момент, используя это раскрывающееся меню в верхней части компонента. Давайте на минутку рассмотрим различные настройки внутри Square Component Pattern, в котором для нас есть несколько вариантов. Первые два ползунка будут управлять повторением X и Y. Итак, если бы мы хотели напольную плитку, мы, вероятно, хотели бы, чтобы она оставалась красивой. Но если бы мы хотели чего-то более кирпичного, мы, вероятно, повторили бы одно больше, чем другое. Следующие два ползунка – Spacing. Интервал определяет, сколько места существует между каждым экземпляром квадрата. Итак, когда мы настроим здесь ориентацию X, мы увидим, что зазор будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от значения, которое мы ему присвоили. Чем больше значение, тем шире пространство. Я также хотел бы отметить, что как ползунки интервалов, так и ползунки повтора ограничиваются заданным пределом. Однако, если мы хотим иметь больший диапазон, мы можем просто ввести числовое значение, чтобы увеличить это количество. После того, как мы ввели новое значение, новое значение ползунка будет этим значением. Ползунок смещения позволяет нам смещать мозаику узора. Это очень полезный способ придать оформлению ступенчатый вид, который мы часто видим на кирпичных стенах. Мы также можем переключить Offset на использование метода Vertical. Далее у нас есть несколько опций Jitter, которые добавляют маске большей глубины и характера. Допустим, мы хотели сделать кирпичную стену немного старее, изношеннее и, возможно, не очень хорошо построенной. Brightness Jitter позволит нам применить случайные значения оттенков серого к каждому квадрату в шаблоне, чтобы получить различную высоту в маске. Ползунок Amount определяет, насколько сильно мы готовы затемнить любой из квадратов. Значение по умолчанию, равное единице, позволит некоторым кирпичам стать полностью черными. Однако, когда мы медленно отодвигаем ползунок, более темные значения начинают осветлеть, уменьшая разницу в высоте между каждым квадратом. Это особенно приятно, потому что даже более новые, более качественные кирпичные стены все равно будут иметь некоторые различия между каждым кирпичом, и это хороший способ добавить ту тонкую глубину реализма, которая действительно появляется, когда свет падает на поверхность под прямым углом. Threshold позволит нам контролировать, насколько экземпляров это влияет. Итак, когда мы потянем ползунок вверх, мы увидим, что все больше и больше квадратов доскакивают к белому значению по умолчанию шаблона. Установка значения на единицу фактически полностью отключает джиттер, тогда как установка его на ноль позволит каждому квадрату в шаблоне присвоить случайное значение оттенков серого, а значение Random Seed будет рандомизировать как значение оттенков серого, так и то, на какие квадраты влияет пороговое значение. Итак, мы можем поиграть с ползунком, пока не найдем то, что нас устраивает. В дополнение к Brightness Jitter у нас есть Gradient Jitter. Этот параметр применит наложение градиента к каждому экземпляру квадрата, придав квадрату более скошенный или наклонный вид. Gradient Jitter также имеет ползунок MO, но главное отличие состоит в том, что у него есть две ручки для регулировки, что дает нам минимальный и максимальный вариант для игры. Тем шире эти ручки, тем больше разнообразия мы увидим в крутизне уклона. Если мы сложим ползунки вместе, крутизна откоса будет одинакова для каждого квадрата. Если мы отключим Brightness Jitter, а затем удерживая Shift, перетащим оба этих маркера одновременно, мы увидим, что к каждому экземпляру кирпича применяется одинаковая интенсивность наклона, даже если они все под разными углами, что приводит нас к следующей настройке Angle. Angle также имеет ползунок с двумя ручками, позволяющие указать минимальное и максимальное значение. Установка ползунка на 0 и 1 позволит случайным образом применить вращение на 360 градусов к каждому экземпляру, в то время как если мы сожмем ползунки вместе, вращение будет одинаковым для всех экземпляров. Threshold действует точно так же, как и Brightness Jitter. Чем выше мы потянем ползунок, тем на меньшее количество экземпляров будет влиять Gradient Jitter. Точно так же с Random Seed он будет рандомизировать количество и вращение градиента на основе назначенных настроек. Size Jitter позволит произвольно масштабировать каждый экземпляр. Amount позволит нам определить, насколько маленьким мы готовы позволить быть любому квадрату. Threshold, как и раньше, будет постепенно уменьшать частоту применения эффекта, а затем Random Seed будет случайным образом изменять эффект на каждом экземпляре квадрата. Настройки Bevel позволят нам придать краям квадратов хороший наклон, чтобы они не казались такими острыми, как бритва, что действительно поможет с информацией карты нормалей. Bevel Curve действует так же, как и ползунок Gradient or Map Curve. Если перетащить кривую вниз до отрицательной, мы получим наклон выгнутого типа, в то время как если мы перетащим его до одного, мы получим более закругленные края, которые выпячиваются наружу. И наконец у нас есть Cut Out. По мере того, как мы увеличиваем величину вырезания, мы видим, что отдельные экземпляры квадратов полностью удаляются. Это отличный способ создать впечатление, будто некоторые кирпичи были повреждены и выпали за долгие годы. И затем, конечно же, Random Seed случайным образом применит это вырезанное количество к экземплярам шаблона. Затем давайте взглянем на некоторые другие типы паттернов в списке. Circle, как это звучит, дает нам круговой узор, который может повторяться как по осям X, так и по осям Y. И также делает возможность регулировать интервал. А потом еще Offset. Checker дает нам черно-белый квадратный узор. Настройки, которые мы можем изменить, это повтор, X, Y, а также Offset. Стоит отметить, что из-за характера рисунка нарушение мозаичности рисунка возможно в зависимости от ваших настроек. Если вы оставите оба значения, повторения равными четным числам, он будет нормально отображаться. Однако, если вы используете нечетные значения, мы можем увидеть некоторые проблемы с мозаикой. Точно так же, как и регулировка смещения, может нарушить мозаику. Однако, играя с повторением и смещением, вы можете использовать это в своих интересах, чтобы придумать несколько довольно крутых паттернов. Наконец, у нас есть Gradient. Gradient действует очень похоже на компонент Position Gradient. Однако он не принимает во внимание какие-либо данные о нормале или высоте базовой сетки. Работает в 2D пространстве. Это делает его полезным для текстур поверхности и таллинга. Но он далеко не идеален для множества UV-островов, которые будут на 3D-сетке, поскольку он не принимает во внимание какие-либо миксы, другие слои с использованием компонента Gradient Pattern, дешевле рендерей. Поэтому обязательно используйте этот компонент, если вам нужны дополнительные настройки, которые поставляются с Position Gradient. Окей, теперь, когда мы рассмотрели различные настройки компонента Pattern, давайте посмотрим, как мы можем найти ему хорошее применение. Давайте продолжим и включим слой Solid в Mask Stack. Мы собираемся создать несколько поврежденных бетонных плиток на полу, поэтому первое, что мы собираемся сделать, это добавить квадратный узор. Давайте немного поиграем с повторениями X и Y, чтобы получить несколько дополнительных плиток. 6 выглядит довольно хорошо, поэтому продолжим и уменьшим интервалы между X и Y, чтобы отодвинуть линии затирки между каждой из плиток здесь и оставим смещение в покое. Теперь давайте активируем Brightness Jitter и поиграем с ползунком, пока не будем довольны результатами. И мы сделаем то же самое для Random Seed. Добавим этим плиткам некоторый уклон, чтобы придать им большего изношенности и разрушенного вида, активируя в Gradient Jitter. Я собираюсь установить минимальное и максимальное значение для Amount и Angle от нуля до единицы, чтобы мы могли рандомизировать полный диапазон наклонов, а также направление. Затем мы настроим Seed, пока не найдем значение, которое нас устраивает. И, наконец, мы перейдем к раскрывающемуся списку Cat Out и поиграем с настройками, чтобы случайным образом удалить несколько плиток. Хорошо, края плитки кажутся слишком острыми, поэтому мы можем немного смягчить их, применив Gaussian Blue с низкой интенсивностью. Теперь плитки уже имеют хорошие наклоны и вариации яркости, но мы можем пойти немного дальше, добавив поверх этого компонента Pearly Noise. Первое, что мы сделаем, это установим его на Multiply, а затем мы поиграем с некоторыми настройками, убедившись, что сохранена амплитуда, которая эффективно контролирует интенсивность маски на нижней стороне. Это гарантирует, что сам шум не будет слишком сильным по контрасту. Мы также немного снизим Frequency, чтобы детали шума были достаточно широкими, а затем оставим другие настройки в покое. Если мы вернемся в режим PBR, мы можем включить и выключить слой маски, чтобы увидеть, как он не только снижает общую высоту наших плиток, но и добавляет на них очень тонкие неровности, которые не только помогут добавить к ним больше характера, но также помогут с окончательным процессом текстурирования. Хорошо, поскольку предполагается, что он будет выглядеть немного более выветренным и изношенным, поскольку принадлежит постапокалиптическому миру, нам нужно будет добавить некоторый урон плиткам. Это идеальное место для использования компонента Map. Мы продолжим и выберем Library Asset из раскрывающегося списка, а затем просто войдем в библиотеку Megascans и поищем поврежденную бетонную поверхность. Использование как смещение поверхности отличный способ включить такие массовые детали. Итак, давайте продолжим и изменим раскрывающийся список на Displacement. После внесения некоторых корректировок в ползунке Range в нижней части компонента мы изменим режим наложения и установленный нам Main, а затем немного снизим Opacity. И если мы вернемся в режим PBR, мы увидим, что некоторые фрагменты были удалены с плиток, и это поможет им почувствовать себя немного более старыми. Но сами по себе эти куски кажутся немного странными, поэтому давайте добавим немного трещин. Сделаем то же самое, что и раньше. Мы добавим компонент Map, воспользуемся опцией Library Asset и выберем красивую потрескавшуюся поверхность Megascan, подобную этой. Мы еще раз изменим источник текстуры на Displacement, а затем немного поиграем с ползунками Range. Затем мы установим слои на Multiply, а также немного уменьшим Opacity. Теперь, если мы вернемся в режим рендеринга, мы увидим, что и куски, и трещины распространяются по плитке пола. А поскольку мы добавляем твердые слои и поверхности Megascan, используя комбинацию настроек наложения и Mask Stack, мы можем быстро создать поврежденный пол из бетонной плитки без разрушения. Я надеюсь, что это видео дало вам лучшее представление о компонентах Pattern внутри Mixer Max Stack, и что оно поможет вам создать текстуры быстрее, чем когда-либо. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok